Добрый вечер, братья! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен настоящему времени действительного залога изъявительного наклонения. Как всегда, напоминаю, что вы можете просматривать данное видео только после того, как самостоятельно выполнили домашнее задание, и для того, чтобы проверить себя, ну и, может быть, узнать какие-то дополнительные сведения, касающиеся греческого языка, потом вы можете посмотреть, как я перевожу соответствующие предложения. Так что не забегайте вперед, все делайте по порядку и правильно. Ну и, как обычно, мы будем читать и переводить предложения. Обратите внимание, что, начиная с этого урока, текст стал гораздо более греческим, в том смысле, что меньше слов теперь вам переводится, так как глаголы вы знаете и вполне полноценные предложения можете переводить. Итак, первое предложение. Тута, хюмеис, у пистероэта. Пистероэта, глагол главный в этом предложении, окончание т второго лица множественного числа, вы верите. Хюмеис, тоже вы, подлежащее, и, как всегда, напоминаю, что когда в подобных предложениях появляется подлежащее, выраженное местоимением, то автор желает на нем сделать такой больший акцент. Вы, в данном случае с отрицанием, не верите. Ну и тута, ближнее указательное местоимение, в дательном падеже, указывает, собственно, чему не верите. Этому вы не верите. Второе предложение. Эпикритэ, хо, охлос, даймонион, эхейс. Эпикритэ вы просто учили в лексическом минимуме отдельную специальную форму слова. Ну, кстати, уже на этом этапе могу сказать, что это форма глагола апокриномай, который, а, да, не на этом, на следующем уроке вам предстоит выучить. Ну, глагол прошедшего времени ответил народ. Колонн, напоминаю, может быть, знаком точки с запятой, ну или в данном случае двоеточие, то есть содержимое речи народа, даймонион, эхейс. Глагол, видите, окончание эйс, второго лица, единственного числа, ты имеешь, ну и даймонион, в винительном падеже, имеешь, что беса. Ответил народ, беса ты имеешь. Третье предложение. Ук эхо, анда. Тот же самый глагол эхо иметь, только теперь окончание о, первое лицо, единственное числа, я. Я не имею мужа. Это встреча Иисуса с Самарянкой, 4 глава Евангелия, это Ана, и вот она говорит, я не имею мужа, Иисус говорит, да, правильно сказал, мужа ты не имеешь. Андра, от анер, андрос, винительный падеж. Это слово третьего склонения, и вот именно в таком виде нужно было запоминать. Анер, именительный падеж, но андрос, андри, андра. Вот это андр, корень, стандартным окончанием третьего склонения. Если вы корень помните, и окончание третьего склонения помните, то форму будете узнавать. Четвертое. Ти де блэпэйс, то карфос, то энто офтальмо, то адэлфусу. Вопрос. Местоимение ти, может, здесь в среднем роде стоит, и в среднем роде имеет значение, что или почему. Что же ты смотришь, или почему ты смотришь. В данном случае, кажется, разница не очень велика, хотя в каких-то случаях надо делать выбор и предпочесть один из вариантов. Но даже если мы переводим что, все равно вот этот оттенок значения почему остается. Почему же ты смотришь, второе лицо, единственное число, на щепку? Почему я добавил слово на при переводе? Потому что по-русски мы обычно смотрим на что-то. Я могу сказать, я смотрю фильм, но когда речь идет о предмете, то обычно говорим, я смотрю на предмет. А в греческом, видите, глагольное управление немного другое, и даже в ситуации, когда речь идет о том, чтобы смотреть на предмет, все равно используется винительный падеж. Но в любом случае мы понимаем, что это глагол, у него есть дополнение. Дополнение это то, на что направлено действие глагола, то есть действие смотреть и направлено на щепку. И когда мы понимаем смысл этой фразы, теперь уже в соответствии с нормами русского языка мы передаем, что почему же ты смотришь на щепку. И теперь смотрите, у нас артикль с предложенным словосочетанием. Когда мы встречаем такую конструкцию, напоминаю, то первый шаг к поиску нормального перевода, это попытаться артикль перевести относительным местоимением на щепку, «которое в глазе брата твоего». Глаз брата, глаз принадлежит брату, а брат принадлежит к тебе. Я перевел «которое», несмотря на то, что артикль среднего рода. Почему? Потому что слово «щепка» тоже среднего рода в греческом языке, видите, мы уже один артикль видим, то «карфос», то и так далее. Это стандартная конструкция артикль-субстантив, артикль-определение к этому субстантиву. Поэтому вот наш такой первый перевод. Почему же ты смотришь на щепку, которая в глазе брата твоего? Ну, в данном случае, которую можно отпустить, и на щепку в глазе брата твоего тоже будет нормально звучать, в каких-то случаях с этим «которой» можно расстаться, в каких-то нельзя расстаться. Но просто первый шаг мы переводим словом «которой», и тогда нам, по крайней мере, понятно, где на смысл фразы. А второй шаг мы уже вслушиваемся в русский текст и смотрим, нужно ли его сохранять, или можно без него как-то обойтись, или еще как-то по-другому конструкцию преобразовать. Пятое. Тот-кто, ну, по крайней мере, хо-он, вам здесь перевели так, как тот-кто, формально «он» — это причастие от глагола «быть», в русском языке как «бытийствующий», да, такого вот причастия от глагола «быть» нет, и обычно, ну, если надо этого как-то особо выразить и подчеркнуть в переводе «сущий», но в данном случае такая ситуация не столь яркая, слово «сущий» сбивает с толку, поэтому перевели «тот-кто». Вот я так чуть-чуть забегаю вперед, вам перевели, и все пока. «Тот-кто» — «эк-тутэу» — «от-бога». «Та рэм-тутэу» — «слова бога слушает». Третье, единственное, окончание «эй» — «слушает что?» — «слова бога». «Диэтуту», поэтому устойчивое сочетание для выражения причины «хюмэйс» — «ук окуэта», второе множественное «вы» и еще и симфатическим местоимением, «поэтому вы не слушаете, и потому вы не слушаете, что от бога вы не есть». Ну, это такой вот пословный буквалистский перевод, «ук эста» — глагол «эми» во втором лице, «от бога не есть вы». А литературный перевод был бы «вы не от бога». Итак, «тот, кто от бога» — «слова бога слушает», «потому вы не слушаете, что вы не от бога». Шестой. Здесь главный глагол «эхэте». Второе множественное «вы имеете что?» Видите, дополнение «тус» — «птохус» в винительном падеже. Итак, переводим «гах» — «ибо всегда бедных вы имеете с собой». Херутон напоминает такое возвратное местоимение, ну, там, «себя», в данном случае вот для подлежащего «вы». Итак, «ибо всегда бедных вы имеете с собой, меня же не всегда имеете». Ну, точно тот же самый глагол. «Седьмое». «Су пистуэйс эйс ту хью ту антропу». «Пистуэйс» — второе-единственное «ты веришь». И еще местоимение «су» — «ты» — эмфатическое, поэтому, ну, это вопрос, да. «Ты веришь» — «эйс тон хью он» — «в сына человеческого». Ну, «в сына человека». Ну, «сын человека», знаете, не очень естественно звучит. «Сын» — как родительный падеж указывает на связь. «Сын» как-то связанный с человеком. «Сын человеческий». Иисус постоянно себя называет этим титулом, и особенно в свете такого использования, как вот вы видите, «сына человеческого с грядущего с облаками небесными», становится ясно, что для него фраза «сын человеческий» — это отсылка к книге пророка Даниила. Когда, помните, в виде разных животных описываются разные царства, и потом приходит подобный сыну человеческому и устанавливает царство вечное. И вот тот самый сын человеческий с Даниила, Иисус явно отождествляет себя с ним, особенно в словах там «грядет с облаками» и так далее, ну, и постоянно себя таким образом называет. Ну, это так мы немного отвлеклись. А здесь пока «ты веришь в сына человеческого?» Сымфатическим «ты», ну и обратите внимание на точку с запятой, это знак вопроса. Восьмой. Ибо я говорю вам, лего, первое лицо, что ангелы их ауту родительный падеж вместо имения обозначает принадлежность ангелы их в небесах диапантос — это устойчивое выражение, имеющее значение «всегда». То есть это не надо переводить через «всё» или что-то в этом роде, а диапантос просто вот вместе как словосочетание — это имеет значение «всегда». Его стоит запомнить, заучить, ну, так вот, это полезная информация. Всегда блэпусин «видят» — третье лицо, множественное число, хой ангелы подлежащие, блэпусин сказуемое. «Всегда видят» — «лицо отца моего». И теперь артикль с предложенным словосочетанием, как первая попытка перевода, как всегда, «который в небесах». Видите, «ту патрос, ту эн уранойс». Опять же, стандартная конструкция. «Лица моего», «лицо отца моего», «который в небесах». Кстати, если вы без этого переведёте, вот просто слушайте здесь фразы, «всегда видят» — «лицо отца моего в небесах», «всегда видят» — «лицо отца моего, который в небесах». Если мы «ту» не переведём, как «который», то кажется, «небеса» — это то место, где видят лицо. А если «ту» мы переведём корректно, как «который», то тогда понятно, что «небеса» — это то место, где находится отец. Поэтому вот та ситуация, где пропуск «ту», то есть пропуск артикля при предложенном словосочетании в переводе, может несколько исказить смысл, так что вот будьте внимательны. Но целиком предложение. «Ибо я говорю вам, что ангелы их в небесах всегда видят лицо отца моего, который в небесах». Девятое. Здесь «хюмон» в местоимении родительного падежа выражает принадлежность и выражает принадлежность для глаз. Ближайшее подходящее слово, к которому оно бы могло отнестись, это «хой офтальмой» — «ваши глаза». Теперь «макариой». Это прилагательное, но обратите внимание, «хой офтальмой» — с артиклем, «макариой» — без артикля. Когда при существительном с артиклем употреблено прилагательное без артикля, то это обозначает, что это прилагательное является именной частью составного именного сказуемого. Глагол «связка» далеко не всегда ставится, ну, «глагол «связка» быть» — он может просто подразумеваться, тем не менее, это именное сказуемое, это утверждение. А в русском языке в составе именного сказуемого прилагательное обычно ставится в краткую форму. То есть не «блаженные», а «блаженный». Ну, «макариус» — «блаженный», «счастливый». Ну, пусть вы «блаженный» — синодальный немного, да? Все старое — «счастливый». «Счастливый» — краткая форма. Почему? Потому что мы понимаем по отсутствию артикля это именное сказуемое, и для его выражения у нас есть краткая форма в русском языке — «счастливый». Поэтому «ваши же счастливы глаза, что видят», третья множественная, «и уши ваши, что слышат». Ну, или «потому, что видят», «потому, что слышат». Ну, вот, в контексте того, чем не обладали, если я правильно помню, да, вот, чем не обладали люди, которые не встречали Иисуса, чем вот обладают те, которые его видят, да, вот, «блаженные» их глаза, что видят. Да, не потому, что видят, а вот такое ощущение тогда складывается, что вы не слепые, а вот именно в контексте того, что действительно вот Иисуса могут видеть. Ну, и «химон», конечно, вынесено вперед, и когда слово оказывается на необычном месте, то на него падают ударения. То есть обычное место для выражения принадлежности — это после соответствующего существительного, как здесь «уши ваши». Ну, здесь уже не нужна никакая амфаза, потому что вот оно выражено в ваши же блаженные глаза, потому что что видят, и уши ваши, что слышат. Десятое. Длинное довольно предложение, мы так вот порциями давайте будем переводить. Ну, оно тем более, это там из трех разных мест взято, видите, с пропусками. «Легусин он, то туфло пален». Итак, «говорят слепому опять». То туфло, дательный падеж, кому? Ну, они какие-то говорят, там из-под контекста понятно, кто они такие. Вот, итак, «они говорят слепому опять». Двоеточие. В русском тексте здесь колон. «Ти су лэгэс перри ауту, хоти энэоксэн су тус офтальмус». «Что ты говоришь о нём?» «Потому что?» «Он открыл твои глаза». Обратите внимание, «су родительный падеж выражающий принадлежность» относится к глазам. Опять-таки, «чуть-чуть вынесено вперёд». Обычно слова «выражающий принадлежность» ставят после существительного. Оно вынесено вперёд. «Ты говоришь!» «Твои глаза!» Поэтому, в данном случае, конечно, вот этот «тим» мы выбираем, что или потому что, что или почему, прошу прощения, почему ты говоришь о нём, что он открыл твои глаза. Это один из возможных переводов этой фразы. «И что ты говоришь о нём?» «Потому что он открыл твои глаза». Ну, и из контекста, и из ответа мы понимаем, что со спрашивающих интерес сует, какое мнение об Иисусе у того слепого, которого Иисус исцелил. То есть, вот фразу можно перевести «почему ты о нём говоришь?» «Что ты о нём говоришь?» И когда мы переводим «что ты о нём говоришь?» Но подразумевается не просто «что ты о нём говоришь», а вот «что ты о нём вообще скажешь?» То есть, каково мнение у тебя в отношении этого человека? И здесь говоришь, но не в смысле произносишь, а вот именно мнением интересуется. Поэтому по ответу, ну, дальше мы сейчас ответ прочитаем, но чуть-чуть забегая вперёд, по ответу мы понимаем, что интересуются мнением. И, по-моему, в русском переводе там что-то скажешь о нём, да, если я правильно помню, вот именно как раз с учётом контекста и что спрашивают о мнении. Но пока у вас учебные переводы, поэтому настоящие переводите настоящие. Хорошо. Итак, следующая пункция. «Хо де эйпен, хо де профэтос эстин». Он же сказал. Кстати, «хо де», обратите внимание, артикль, ну, с последующей частицей «де» и перед глаголом. Мы несколько уроков назад обсуждали ситуацию, когда артикль переводится. Вот здесь как раз артикль играет роль личного местоимения. «Он же сказал». Хоть и может переводиться «что», но может также вводить и прямую речь, то есть содержимое того, что он сказал. Поэтому мы можем перевести так. «Он же сказал», двоеточие. «Пророк он есть». Ну, или по-русски «он пророк». «Профэтос». «Профэтос» немного необычное слово. Оно принадлежит, оно мужского рода, но у него основа заканчивается на «э», как у многих существительных женского рода, принадлежащих к первому склонению. У него, правда, все-таки окончание «с», как у второго склонения, у него такая какая-то вариативность в формах этого слова. Несколько таких слов есть, но, как правило, форма легко все равно узнаваема. Итак, «он пророк». Следующая порция. «Хотус эстин, хохююз, хюмон, хон хюмэс лэгэте, хоти туфлос, эгэнэте». Это уже разговор с родителями слепого. И их спрашивают. «Этот есть сын ваш». Теперь относительно предаточное предложение, вот если пословно переводить, «которого вы говорите, что слепой бы он был рожден». Ну, «которого вы говорите», не по-русски получается, «о которым вы говорите». Вот периодически будем с вами сталкиваться при переводе греческого текста, вот с этим справа проблемой при управлении глаголов, мы говорим обычно «о ком-то», мы не говорим «кого-то». А в греческом языке дополнение при глаголе «лэго» может обозначать содержимое речи. Поэтому «хон» относительно меслимения в винительном падеже дополнение к глаголу «лэго», но сказать «которого вы говорите», да, смысл можно отчасти понять, но не соответствует норме русского языка, и мы просто понимаем, вот есть действие «говорить», оно направлено вот на этого «которого», и теперь ту же самую мысль выражаем русскими средствами, то есть «о котором вы», кстати, у Хюмейса обратите внимание, эмфатическое, «о котором вы говорите, что слепой он был рожден». «Порс он блэпэй арти». Итак, как видит теперь? Блэпэй третья единственная. И последний фрагмент из той же самой главы. «Апэкрэйте он Экэйнос». Опять речь слепого. Там, если помните контекст, ему сказали «я, вот воздай славу Божию», мы узнали, что человек тот грешник, и теперь ответил Экэйнос тот. Экэйнос здесь дальнее указательное местоимение, но вы помните, что у указательных местоимений указательное значение часто ослабевляется, и они становятся почти аналогами личных местоимений, и в таком контексте можно понять, как он. Ответил же он, и так он ответил, а начинается его ответ. Эй, чаще всего переводится как «если», но также имеет и значение «ли», и в данном контексте оно, конечно, более уместное. Грешник ли он есть эстин? А, да. А, давайте мы прочитаем. Грешник ли он есть, не знаю. Одно знаю. Обратите внимание, это не «эн», это «хэн». Смотрите на придыхание, здесь густое придыхание, которое предлог «эн» отличает от среднего рода числительного «один». Одно знаю, что слепым будучи теперь вижу. «Он» — это причастная форма от глагола «быть», «будучи». Ну, если правильно помню, да, она в рабочей тетради сносочка, в которой говорится о том, что вот «хотя был» или что-то в этом роде можно перевести. Ну, такой толковательный перевод. Мы понимаем, что здесь вот эта вот причастная форма обозначает уступку, да. Несмотря на то, что был слепым или так, но даже и просто переведя «будучи», тоже вполне нормально получится. «Быв слепым», теперь вижу. Довольно большой фрагмент текстовым здесь пришлось перевести. Наверное, самый большой из тех, с которым мы пока сталкивались. Ну, что ж, хорошо. Раз ей появляются большие прогресс-фрагменты, есть возможность для прогресса. Одиннадцатое предложение. «Пистонто рэма туто». «Верно слово это». «Пистос верно», в данном случае в винительном падеже. Смотрите, я перевожу «верно». «Торэма», существительное с артиклем. Прилагательное «пистон» без артикля. Так что оно является именной частью сказуемого, и на русский язык переводится краткой формой прилагательного. «Верно слово это». Ну, здесь двоеточие, и начинается, видимо, это самое верное слово. «Дия тен пистин хюмон энту хююл тутоу эйренетекай харан энту пневмоти то хагио эхэте». «Эхэте» здесь главный глагол вы имеете. А теперь «Дия тен». «Дия с винительным падежом» имеет значение «из-за». «Из-за веры вашей в сына Бога» или «сына Божьего» эйрене текай харан. Эйрен и харан стоят тоже в винительном падеже и являются наполнением глагола «эхэте». «И мир, и любовь, и радость», «т» – постпозиционный союз. Поэтому при переводе мы его переносим, ну, переводим как «и» и переносим назад на прежнее место, то есть он как бы перескочил через слово, мы его теперь как постпозиционный возвращаем. «И мир, и радость» – это такая такая стандартная конструкция – «и мир, и радость в Духе Святом». Ну, имеете. Итак, «Верно слово это» – «из-за веры вашей в сына Божьего и мир, и радость в Духе Святом вы имеете». Сочиненное предложение. Двенадцатое, еще одно сочиненное. «Хотэ де тон логон тон колон ту ту акумен таута панта пистэумен эху сингар хюмин тен эпангелиан тес айония зуэс». «Хотэ», «когда», «хоте не путайте», «когда же слова хорошие, божие мы слышим», «мен» – окончание первонножественное, «бога», «божьи», слова прилагательно «хорошее» и определение родительной поддержки слова «бога». «Слова хорошие, божие мы слышим» – «таута панта пистэумен». «Мы верим» и «таута панта» – дополнение глагола «верить». Мы уже чуть-чуть обсуждали в лексическом минимуме, что глагол «верить» может принимать дополнение в винительном падеже, указывающее чему верить, но по-русски обычно мы либо ставим предлог «в» – «верить во что-то», либо ставим дательный падеж – «верить чему-то». Потому что «верить что-то» по-русски, опять же, не сочетается в другое глагольное управление. Итак, «этому всему верим» – почему я так перевел? Потому что, да, мне надо показать, что вот это тот объект, на который направлено вера. «Этому всему верим, ибо они имеют нам обещание вечной жизни». Ну, я, по крайней мере, по словам пока перевел. Обе имеют нам не очень обычное сочетание слов, но здесь просто стоит вспомнить об основной роли дательного падежа. Вы помните, он тремя разными способами переводится. Он может иметь идею близкую к русскому дательному падежу, то есть указывать, для кого сделано действие, к русскому творительному падежу, кем сделано действие, и к русскому словосочетанию с фрилогом «в», где сделано действие. Ну, здесь и «в», и «кем» не очень подходящий по смыслу выражение, а «для кого» оно сделано. Чаще всего это переводится дательным падежом, но иногда может переводиться какими-то другими конструкциями, и в данном случае они имеют «для нас» будет естественный перевод. Поэтому «эхусин», третье лицо, мужественное число, что они имеют, ибо они имеют «для нас» обещание жизни вечной, или вечной жизни. Хумин немного не на обычном месте, да, обещание «для нас», может быть, мы бы порядок слов предпочли, и хумин вынесли на вперед, как-то вот больший акцент имеет. Так что в целом получаем, когда же слова «хорошие Бога Божьи» мы слышим, этому всему мы верим, потому что они имеют для нас обещание вечной жизни. Тринадцатое. «Кай Эйпан Куриус Прос Мусэн» И сказал Господь Моисея «Ти у пистэусин мой эн пасин тоис, сэмэйоис хойс блэпусин эн алтойс». «Ти? Что или почему?» «Почему они не верят мне?» «Третья множественная во всех знамениях», ну или среди всех знамений, хойс, которые они видят, в лэпусин третья множественная, эн алтойс, ну, как среди них. Ну, в них, но в данном случае, эн – это не только в, но и среди, особенно когда речь идёт о группе людей. И сказал Господь Моисею «Почему они не верят мне?» Там, во всех знамениях, которые они видят, среди, ну, них, среди себя. Имеется в виду вот, правда, тех, о которых идёт речь. Четырнадцатое. «Угар злэскай танату экзусеян эхэйс». Эхэйс иметь второе множественное. Первое множественное ты имеешь. Вот. Теперь ты имеешь что? Экзусиан – дополнение в винительном падеже – власть. «Власть какую?» Два слова в родительном падеже видите. «Дзоэс» – «кай танату». «Власть жизни и смерти». Ну, и «су» – ещё местоимение явно эмфатическое. «Су эхэйс». Поэтому вот на него падает такое ударение. «Ибо ты жизни и смерти власть имеешь». Пятнадцатое. «Кай нун у пистолита мой, у мегасхо басилеус те экзусея ауту». «И ныне вы не верите мне?» Вопрос. Видите? Та. Второе множественное. «И ныне вы не верите мне?» Вопрос. Дальше смотрим. «У мегасхо басилеус». «Мегас» – «великий», да, «большой». И слово «басилеус» – «царь» с артиклем. А мы уже несколько раз сегодня встречались с этой конструкцией. Ну, мы её изучали довольно давно, но просто вот сегодня опять всё встречаемся. И встречаемся с ней. Это и повторение, и напоминание об учении. Когда у нас существительное с артиклем. «А при нём есть прилагательное без артикля». То это прилагательное является именной частью сказуемого и переводится к кратким прилагательным. Ну, это ещё вопрос, да, видите. Поэтому. «Не велик ли царь?» «Те экзусея ауту». Экзусея – власть в дательном падеже. Дательный падеж может переводиться на русский язык, напоминаю, дательным падежом, творительным падежом или конструкцией с предлогом «в». Поэтому, ну, дательным падежом власти своей не подходит никак. А если творительным, не велик ли царь властью своей? Ну, в общем, какой-то смысл есть. Или, если с предлогом «в» переводим, это тоже стандартнейший способ перевода дательного греческого падежа. «Во власти своей». «Царь во власти своей велик». И вот это звучит наиболее естественно. «И ныне вы не верите мне?» «Не велик ли царь во власти своей?» Кстати, мы, кажется, упоминали, ещё раз напомню, если вопросительное местоимение начинается с предлога «у», ой, с частицы «у», прошу прощения, отрицательной, то это риторический вопрос, предполагающий положительный ответ, типа, конечно, велик. Если вопросительное местоимение начать с частицы «м», то это будет риторический вопрос, предполагающий отрицательный ответ. Поэтому вот вопросы с частицами вначале, ну, обращайте на них внимание, иногда какие-то интересные вещи, когда Павел говорит «все ли апостолы?», там «все ли говорят языками?», он, например, задаёт вопрос с частицей «м», и сразу понятно, что ответ «нет, не все». И не все апостолы, и не все говорят языками, не всем говорить языками – это нормально. А, например, когда Иисус предсказывает предательство, и ученики начинают задаёт вопрос «не я ли Господи?», да, вот, «буду предателем?», то они начинают вопрос с частицы «у», ну, предполагающий, типа, «ну да, конечно же, не ты». И это делают все, включая, кстати, «юуду». Шестнадцатый. «Тен агапен ту ту уук эхэте эн хил тойс». «Эхэте» вы имеете, ну, или вы не имеете, не имеете что дополнение в винительном падеже, «тен агапен», «любовь Бога». «Вы не имеете любовь Бога». Ну, и по-русски, кстати, в предложении с отрицаниями часто дополнение ставится в родительном падеже. Ну, то есть, вот, с утверждением «я имею что? Любовь», «я не имею», можно сказать, «я не имею любовь», а можно сказать, «я не имею чего? Любви». Это особенность именно русского языка. Да, видите, у каждого языка есть какие-то мелочи, нюансы. Вот в греческом все время так нормально, последовательно, дополнение в винительном падеже, а у нас то там с предлогом надо, то еще как-то. И вот здесь у нас, когда отрицательное предложение, то такой красивый русский язык предполагает замену, часто предполагает замену падежа с винительного на родительный. Ну, если вы это сделали, просто поддаваясь чувству русского языка, тут не страшно. Любви Божией вы не имеете в себе. Я пока перевел АГАП и ТТУ как «любовь Божия». Вообще, это, конечно, требует толкования. Родительный падеж, повторяюсь, указывает на связь. То есть, между любовью и Богом, между двумя этими понятиями, есть какая-то связь. Связь может быть «любовь Божия по качеству», или связь может подразумевать «любовь к Богу», или даже может обозначать «любовь Бога к вам». Но так как вы не имеете в себе, то здесь контекстуально речь идет о том, что человек в себе может обладать, и это скорее от него к Богу, поэтому любви Божией не имеете, или даже, возможно, перевод любви к Богу вы не имеете в себе. Понимая, что это «вы» человек, и понимая, что здесь связь, но имея более широкий контекст, логичнее перевести «любви к Богу» вы не имеете в себе. Семнадцатое. Здесь немного странно, если пословно переводить. «Я же, потому что истину я говорю, вы не верите мне». Как-то у нас не до конца складывается фраза. С чем здесь дело? В русском, в принципе, мы иногда тоже так можем делать, вынося главную тему предложения вперед. То есть у нас предложение какое? «Вы не верите мне». Почему? «Потому что истину я говорю». Ну или «что истину я говорю». А вот это «эго», оно, по сути, задает общую тему. «Что касается меня». Ну, смысл такой. «Что касается меня, то…» И дальше начинается, собственно, само предложение. Иногда в переводе вот такое вот вынесенное вперед тематическое слово вообще опускают. Иногда добавляют вот что-нибудь типа «что касается» и так далее. Иногда как-то преобразуют структуру предложения. Ну, мы можем и оставить «я же», запятая, или даже вот просто поместить «я вот куда-то в это предложение». «Что же истину я говорю, вы не верите мне». А вот по-русски, наверное, нет красивого способа вот это вот эмфатическое «я» здесь оставить. «Что касается меня, то, что я истину говорю, вы не верите мне». Или «потому что я истину говорю, вы не верите мне». Даже, может быть, вот так вот в истине вы не способны верить в это. А «что касается меня», «потому что истину я говорю, вы не верите мне». Вот, по крайней мере, конечно, у нас тут довольно многословно получилось в начале предложения, но зато мы выделили роль вот этого вот вынесенного тематического «я». Потому что, видите, он уже за пределами вот этого предложения находится и относится, по сути, вон к тому. Поэтому нам как-то это надо постараться передать. Восемнадцатое. «Аладиэ тэс харитос ту курио и су пистэлумен суттэнай». Но «диэ» с родительным падежом, поэтому посредством, или просто все творительным падежом переведем, «благодатью Господа Иисуса мы верим, что спасены». «Харитс харитос», «харит» корень, но здесь родительный падеж. Девятнадцатое. «Нун де хупо ангелло блэпэйс, де эту аутумен пневматус». А здесь одна, наверное, из самых озадачивающих фраз во всех домашних заданиях. Но попробуем хоть чуть-чуть разобраться в ней. «Ныне же хупо с родительным падежом ангелом блэпэйс ты видишь». Ангелом, как инструментом, ты видишь. «Диэ ту», «диэ» с родительным падежом обозначает средство, да, посредством, «ту ауту пневматус». Помните, есть главы про аутос. Когда аутос употреблен с артиклем ему предшествующим, то имеет значение тот же самый. Ну, числится «мен» с одной стороны, с другой стороны. Там где-то в контексте должна быть еще «дэ» ей противопоставленная или как-то так. Поэтому «мен» чаще всего вообще никак не переводится нас посредством того же самого духа. Правда, первая часть предложения «ангелом видишь» как-то совсем коряло звучит. Поэтому, наверное, можно как-то перевести, ну, так, смягчить немного фразу. «Ныне же через ангела ты видишь» посредством того же самого духа. Вот эта вот фраза, почему Маунс ее сюда включил, несмотря на то, что очень трудно что-то осмысленное слепить из всех этих слов, и даже когда мы что-то более-менее слепляем, все равно смысл до конца непонятен, но включил ее в расчете на такого англоязычного читателя, потому что заблудившись и запутавшись, можно это полезть в словарь типа «бдага». И там в одной из словарных статей эта фраза приводится, ну, вот если вы посмотрите на предлог «хупо», вот это «хупо ангелу» вас озадачит все это, то вот это как пример, если я правильно помню, приводится. Ну, так как у нас нет возможности полезть в тот словарь, ну, большинства ни словаря, ни знания английского достаточного нет, ну, вот что ж теперь поделаешь, пусть будет так, как есть. Но думаю, что когда вы делали домашнее задание и столкнулись с вот этой фразой, вам пришлось помучиться. Тем не менее, ну, все равно в общем мысли все-таки понятно, ангелы-дух являются тем средством, с помощью которых что-то там получается видеть. Двадцатое. Иисус же воскликнул и сказал, «Верующий в меня», ну, так, «не верит в меня», ну, и по контексту мы понимаем, что, наверное, лучше перевести «не в меня верит», а у нас расстановка «не», она такая немного отличается от расстановки «не» в греческом тексте, где греки предпочитают ставить частицу «у», ну, либо перед главным глаголом предложения, а мы перед тем, что именно мы отрицаем. Хотя там, возможно, конечно, вариации, другие причины для расстановки частицу. Но вот все-таки, понимая контекст, мы скорее сказали бы, «не в меня верит», но в пославшего меня. Хорошо. Итак, мы с вами посмотрели, как переводятся домашние задания. Ну, кое-где есть сложности, ну, обычно из-за таких выборов очень каких-то экзотических текстов, но большая часть того, что с глаголами, ну, по крайней мере, пока на нашем уровне знания глаголов, ну, вполне нормально переводится, и главное, вот можно получить удовольствие вот, смотрите, вот целая страница у нас текста, без единого переведенного слова перелучить удовольствие, уже что-то читая по-гречески. Так что не сдавайтесь, двигайтесь, и знания греческого у вас сформируются. Благословений!